Давайте проведем некоторые анализы. Поднимите руку те, кто не смог сосредоточиться. Хорошо, микрофончик мужчине. Здравствуйте. Ну, расскажите, что происходило с вами. Как была... Ну, просто мысли разные, совершенно с разных, так сказать, сфер вообще жизни. Знаете почему? Почему? Потому что вы не верите, что это вам поможет. Понимаете, вера рождается практикой. Нужно включиться в практику. Я вам сейчас приведу такой пример. Мне во моем огороде, мои друзья помогли очень сильно. Они... У меня там росли колючки сзади. Я въехал в дом. У меня нет пока своего жилья. Я въехал в такой дом, там... Огороды сзади растут такие акации вот с такими шипами огромными. Они разрослись, эти акации, и там невозможно было. Решили постричь мне эти акации. Они пострегли эти акации, деревья вот эти с колючками, с большими. И сложили их в кучу прямо под грушей. И так как эти колючки цепляются друг за друга, их сжечь нельзя, потому что груша подстрадает. И сделать с ними ничего тоже нельзя, потому что они друг за друга цепляются. Что делать? Какой выход? Все, опять же. Друзья говорят, что-то некогда. Они когда увидели эту кучу, они вдруг попал интерес. Ну... Я не знаю. Сейчас я вам расскажу. Даже вместе с грушей, наверное? Я вам сейчас расскажу, что делать. Сейчас я вам расскажу. Я помолился в один день, и вдруг мне Бог подсказал в сердце, что надо просто идти вперед. Вот несмотря на мысли, несмотря на эти колючки, что столько тяжелых тяжестей в жизни, нужно все равно совершать действия. Нужно учиться слушать и кланяться. Слушать и кланяться. Иначе у меня вот идея, что я сам своими силами все могу сделать, у меня эта идея будет так и сидеть в моем сердце, заставлять меня думать постоянно. Потому что... Я думаю, потому что я верю только в свои силы. Понимаете? У меня нет другой способа что-то сделать. Причина в этом вся. Но когда я помолился... Вот, а в своих сил колючки разорвать не хватает. Я даже подходить туда боялся. Вот реально. Я когда помолился, я почувствовал, что я не мог даже мысли пустить, что я смогу эту кучу разорвать. Но мне почему-то захотелось вот парочку колючек вырвать и просто с ними развести костер. Мы пошли с дочкой вместе, как бы пошли этим заниматься. И дальше произошло чудо. Знаете, в чем чудо заключается? Я вырвал несколько колючек, развел костер. Я даже перчатки не взял, потому что, ну, я не думал, что я буду кучу эту разгребать. Но вдруг, неожиданно, в результате этой молитвы у меня появилось желание еще одну колючку вырвать. И я подошел, начал смотреть, как их вообще клали, с какой стороны лучше вырвать. Я нашел одну сторону, где легче, и сверху еще. И я потом раз, еще костер... А костерчик горит, интересно, костерчик горит, так и приятно. И одну, вторую, третью, четвертую. Знаете, вот эту кучу, где-то 3 метра, такую огромную, за сколько я разгреб? Ну, где-то минут за 50, наверное. Вообще ничего не осталось, понимаете? Просто пусто. И когда жена пришла, она просто обалдела. Говорит, а где куча? Я говорю, да мы вот ее потихонечку разгребли. Понимаете? То есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что надо просто забыть про себя, понимаете? Я в это время, когда куча шел, я не думал, что я ее разгребать буду, просто я следовал правилам. Мне Бог в молитве дал знание, иди кучи, разводи костер. Все, это первое, что я сделал, а дальше все произошло автоматически. Понимаете? Правило такое. Надо заставить себя слушать звук. Заставить сказать, слушай, гад такой, но что ты не слушаешь, тебе же помогают. Ну заставить, понимаете? Ум говорит, нет, у меня столько дел. Надо заставить слушать, понимаете? Надо заслать. И когда человек заставляет, он потом, так как в звуке этой молитвы есть вкус к счастью, то есть это энергия счастья, она ум привлекает. Сначала нужно просто заставить. А потом ум привлекается, ему нравится, они так поют, и все, его увлекается. Потом, когда слушать начал, первое, что надо научиться, заставить себя слушать. А потом уже вспоминать потихоньку объект святости. Параллельно мыслям надо это все делать. Мысли будут лезть продолжать, гады такие. И все равно надо заставить себя это делать, несмотря ни на что, потому что выхода нет. Мысли лезут по той причине, что я хочу решать все проблемы свои сам. Что такое мысли? Это наши связи с разными событиями. Все, что с чем связано сердце, так как я к сердцу полез. Что такое молитва? Чем мы сейчас занимались? Мы полезли в зону настройки. Мы полезли туда, откуда идут события. Понимаете? Так как они оттуда идут, поэтому они вылезли. Что им еще остается делать? Мы заглянули в свое сердце, там живут события. Обычно люди не хотят в сердце заглянуть. Они в футбол, хоккей, что-нибудь там, дефектив какой-нибудь посмотреть по кабельному телевидению. Что-нибудь надо делать, чтобы отвлечь себя. Понимаете? Ну, получается, вот звук-то, который вы говорите, слушайте, это вот песня, которая была, так ее не слышно было нифига. Только слышно, я желаю всем счастья. Такой звук. Не было, да? Не слышно было, да? Ну, мне не слышно было. То есть, что-то там вдалеке, вдалеке у вас... Вдалеке. Неорганизовано все. Хорошо. Значит, сделаем по-другому. Я в следующий раз микрофончик туда поднесу, будет меня меньше слышно, чуть-чуть, а звук лучше. Ну, надо было настраиваться на мой голос, значит. Я же тоже нормальный мужик, как бы молюсь. Надо было на меня. Не догадались, значит. Ну, ничего. Нет, я старался под вашу, вы же тоже по-разному этим, с разной интонацией говорили. То есть, я как бы слушал ваш голос, да. Но как будто мне хотелось, кто слушал, чем мужики поют там. Я вам организую. Мы еще раз будем делать в конце лекции. Обязательно все получится. Но ведь спасибо, вы как бы вскрыли тему. Кто еще не смог сосредоточиться за то, что голос не слышал песни? Поднимите руку. Ну, простите меня. Видите, я просто не... Мне-то хорошо слышно. А? Чем они поют, некоторым хочется услышать. Это тоже важно. У каждого кто-то эмоции хочет поймать, кто-то хочет поймать смысл и так далее. Давайте сейчас немножко настроим, просто сейчас чисто технический такой момент. Я желаю всем счастья. Меня слышно было, нет? И их слышно. Вот так хорошо, да? Я желаю всем счастья. Мужиков слышно? Да? Все, хорошо, все. Следующий раз работает. Итак, спасибо. Теперь следующий вопрос. Кто почувствовал спокойствие? Замечательно. Вы попали на первую стадию. Кто получил ощущение, что он понял, что делать? Поднимите руку. Мы попали на вторую стадию. Видите, уже меньше. А кто почувствовал, что эта практика мне поможет победить? Кто почувствовал это? Это уже третья стадия. Хорошо. Замечательно. Кто ничего не почувствовал? Поднимите руку. Не бойтесь, я вас не съем. Я кусаюсь только иногда. Два человека всего. А остальные что делали? Остальные выдержались, да? Применты единогласно. Вот. Большинство вообще не поднимает руки. Теперь... Кто не поднял руку? Поднимите руку. Девушки, вот микрофончик. Я в армии когда служил, у нас такая техника была. Когда на занятиях кто-то спит, то прапорщик, он очень тихо говорил. Кто спит, тихо. Кто спит, а громко. Встать! Все, кто спит, встают. Все остальные сидят. Итак. Я ждала другого варианта. Но я не знала точно, что вы скажете. И думала, может быть, что-то будет мне больше подходить. Из-за этого я ни разу не подняла руку. А уже при наличии имеющихся вариантов... Каких вариантов? Звуков? Нет, ну первое, это спокойствие. Первое спокойствие. А, все-все-все-все-все, я понял. А какой у вас вариант возник? Это интересно. Ну, вчера я чувствовала яркое счастье. Я даже парочку загадала желаний. Но сейчас я подумала, что это не очень хорошо после начала вашей лекции. Вы поняли, да, что это не тот путь, который надо... То есть вы почувствовали энергию счастья и начали ей наслаждаться. Все. Это типичная ошибка. А сегодня что произошло? Я даже онемение тела почувствовала. Правда, легкости не дошло. Супер, супер. А вот только вы на теле были сосредоточены? А что, о чем? Ну вот... А вы думали о объекте святости? Обо всем думала, но вот даже не знаю, как сформулировать. Мне было не так, чтобы очень спокойно. Но как-то вот никакого яркого чувства у меня не было. Все как бы хорошо. Супер. Это значит, что у вас озеро там счастья хватает на все? У вас на все хватает. И в это время тогда надо было сосредоточиться на то, чтобы отдавать счастье другим. И тогда было бы еще лучше. То есть смотрите, если вы дошли до той стадии, что в сердце все хорошо, все классно, как бы дальше делать нечего. Лампочка загорелась на определенное количество и дальше гореть не надо. Почему? Потому что нет востребованности. Понимаете? В этот момент надо уже тогда сосредоточиться на вот этом звуке. Я желаю всем счастья и это все, вот свое счастье отдавать дальше. И будет приходить больше тогда. Вот это то, что вам надо делать. Ваше личное задание на следующий настрой. Дальше кто поднял руку, который не поднял руку? Так, вы. Микрофончик. Нет, мне слышно, им нет. Мы же не для меня же делаем все, а для всех, кто здесь. Я не знаю, как это сосредоточиться, да, почему-то вот когда я вот так говорю, я желаю всем счастья. У меня всегда в голову всплывают те люди, например, кому, например, я сейчас желаю счастья, у кого нет ребенка, у кого-то еще что-то. Супер, супер. Еще что-то. Я хочу как бы подумать о своей проблеме, но у меня все время всплывают другие люди, другие люди, другие. Они потому что, они потому что хватает у вас счастья. Я им говорю, я желаю вам счастья. Я как бы их представляю. Вы же не отстанете от меня, у меня свои проблемы, да. А они как бы лезут, да, лезут, всплывают. Сейчас расскажу. Понимаете, там находится единая система. Когда мы входим в эту систему, мы начинаем повторять, я желаю всем счастья, мы доходим до сердца, мы от сердца. Это делаем в этот момент, там в сердце все это сидит. Там сидят наши родственники, друзья, которым нужна энергия и счастье, понимаете. И до нас не доходит, потому что до человека до себя может дойти только тогда, когда он уже все помог всем остальным, понимаете. Тогда доходит дело до него, он следующий уже потом. Так устроено в этом мире. Поэтому, когда приходят люди в сердце, понимаете, дайте хлеба, надо выйти как бы, выйти из хлебобулочной машины и сказать, успокойтесь, всем хлеба хватит. Понимаете, то есть надо успокоить народ в это время. Если все как бы почувствовали, что вы как бы настроены помогать, ниточки соединились, все скандируют, думай обо мне, думай обо мне, выбери меня, выбери меня, птица счастья с автор завтрашнего дня. То в этот момент надо сказать всем твердо, хлеба хватит на всех. То есть надо просто отрезать эту идею, то есть надо понять, что они все равно будут лезть. Это хорошо, это хорошо. Дать им возможность туда лезть, но самой думать о голосе святого человека и о молитве. И о источнике счастья, вашей веры. Голос святого человека входит, вы кланитесь источнику вашей веры. Вот такая техника. А там все успокаивается параллельно. Надо отвлечься от тех, кто просит хлеба и как бы начать просто раздавать. Понимаете, если вы будете их успокаивать, хлеб-то все равно никто не получает, они будут орать дальше. Надо отвлечься от того, чтобы их успокаивать и начать раздавать. Постепенно все успокоится в результате. Система ясна? Замечательно. А кто поднял руку, который не поднял руку, поднимите еще. Вы же у меня как бы специалист. Ну-ка дайте, я не понял, почему вы-то у меня вдруг подняли руку. Да? Мне просто как-то даже неудобно, зал большой. И получается, я занимаю очень много своего, как говорится, в вашем времени. Ничего-ничего, давай. Мы сейчас учимся, все, давай. Я тоже очень хорошо, что молодой человек вот заметил, действительно, мужиков не было слышно. Я первый раз, когда в интернете слушала вот эту вот медитацию, мне тоже мешал, честно говоря, ваш голос громкий. Ну, я, Витя, увлекаюсь, я увлекся, да. Очень хотелось бы действительно проникнуться. Все, я понял свою ошибку техническую. Буду настраивать в следующий раз. Сейчас тоже вот когда вы объясняли девушке. Можно было на мой голос настраиваться тогда. Можно было на мой голос, ничего страшного. Я тоже мужик такой же, все. Здесь не надо беспокоиться, понимаете, на этот счет. Сегодня уже все было хорошо. То есть вы на мой голос настроились просто? Да, да. Смирились, да? Да, я просто смирилась, думаю, значит, так нужно. Ну, значит, этого мужика будем слушать. Ну, что делать, если больше некого. Нормально, это тоже нормально, понимаете. Можно друг друга, то есть можно настраиваться, помогать друг другу. Это не проблема. Главное, чтобы что-то входило, что-то выходило. И надо чужой опыт брать, потому что своего не хватает. Если бы своего хотела, я бы уже не думал о проблеме. Если у меня хватает своей силы, она решается автоматически. Нужна чужая сила, понимаете. Нужно того, кто имеет ее слушать. Первый раз, когда я медитацию эту слушал, у меня также возникли все перед глазами. Очередь такая возникла, всех тех людей. И в первую очередь те люди, которые меня сильнее всего обижали. Нормально. Это объем работы. Я их с таким, как с легкостью, я им говорила, я желаю вам счастья. Я просто представила, что они такие бедные, несчастные, они не могут. Самое лучшее не делать из себя благодетели, а просто думать о источнике. Ну, это правильно, но это помогает меньше. Лучше всего слушать голос и отдавать источнику святости. Стать проводником на самом высоком уровне. Нужно, чтобы две самые большие части сети были соединены. Одна – это голос возвышенных людей, а вторая – ваш объект поклонения. И когда вы проходите через это, все они удовлетворяются автоматически. Понимаете, там такое напряжение создается, что все тараканы разбегаются. И вот второй раз, и сегодня третий раз, и сегодня абсолютно вообще вот они не приходили. Ну, потому что смотрите, сколько людей, и все желают счастья. Представляете, сила какая? Спокойствие, и особенно никаких эмоций, таких ничего. Спокойствие, потому что все, силы хватает, все распределяется автоматически у нас в сердце. Понимаете, силы хватает, спокойствие, значит. Вчера, по поводу того, что у меня обострились болячки, ну, я могу прям привести пример, у меня экземы на ладонях. Мне очень сильно вчера просто, я стала чесаться, как таракан тут вся. Это означает, что вы мало отдавали, энергия вошла и не вышла. Вчера у меня было стеснение небольшое. Сегодня нет моей соседки, почему-то я расслабилась. Ну, надо было ей отдавать, значит, соседке, если то соседке. Видимо, что это. Вы замкнулись, энергия скопилась. Все нормально. Ну, потому что вы разомкнулись. Видите, все же просто, все просто. Надо просто следовать правилам, и дальше все откроется у вас в сердце. Вы все поймете. Вам интересно или нет? Вы не спите? Это и для вас, ведь мы разговариваем. Вы не думайте, что я с ней разговариваю. Это ваш опыт. Вы должны это перенимать все. Это ваша идея. Теперь следующий опыт. Поднимите руку, кто у кого сильно все получилось. Сильно получилось, означает спокойствие и знание. Вот женщине. Нам нужен позитивный опыт. Микрофончик. Да, вы стоите напротив, ей передаем микрофончик. Нам нужен позитивный. Негативного уже хватает. Я сам уже негативным опытом стал, потому что себя на первое место поставил, а хор как бы спас от Преображенского монастыря оставил на втором месте. Это действительно удивительно, когда вы сначала начали желать счастья, а потом еще раз сказали, что слушайте голос. Я вот именно начала слушать голос. И прямо мурашки по телу пошли как-то. Получили счастье. Дальше что? Стало спокойно. Потом пошли какие-то мысли у меня. Вы поклонялись святыне, нет? Да, конечно. Хорошо. Это важно. Это важно, чтобы вы не отвлеклись на мурашки, на счастье и все забыли потом. Вот-вот, потом пошли всякие мысли, вот эти в голову. Заботы, проезд сюда-сюда. Это нормально, это объем работы всплывает. Это объем работы всплывает, не отвлекайтесь. Объем... Я подвожу к себе обратно. Да-да-да, супер. Молодец. И опять мурашки такие вот. И? Потом думаю, мурашки, мурашки, ну и что? Ничего страшного, да? Снова голос. Снова голос. И вот уже потом как будто вот какая-то такая работа. Пошла работа, труд вот этот пошел, внутренний труд. Очень важно. Очень важно вот дойти до того момента, когда вы начали понимать, что это труд тоже. Это труд. Слушаем голос, кланяемся. Слушаем голос, кланяемся. Что происходит? Происходит, всплывает мысль, рассеивается. Всплывает, рассеивается. Всплывает, рассеивается. Потом бац, всплыло очень что-то глубокое и сильное. Не рассеивается неделю. Потом раз, рассеялось. А потом вы узнаете, что внучка, оказывается, в тюрьму сажать не будут. Понимаете? Потому что у главного прокурора открылся геморрой. Ну или еще там что-то произошло. Не важно. Важно то, что... То есть важно то, что сажать не будут. Что-то произошло. Не помешало. Какое это событие? Вот так действует эта энергия судьбы. Ну, я пошутил, конечно, с геморроем. Это неправильно я сказал. Да? Да, вот микрофончик ей, пожалуйста. Вот там вот. Ой, вы так будете передавать два часа, наверное. Ну, вот все, микрофончик уже принесли, все. Два у нас микрофончика. Добрый вечер. Я вот хотела спросить, какой вот вариант. То есть я так думаю, что да, поможем. И такое чувство, что мою-то чашу уже не склеить. Но я знаю, поможем. Ну, то есть я все честно делала. Но вот сейчас поймался на мысль, что я подумал, что мою-то чашу уже не склеить. Вам другим поможем. Что, что-нибудь неправильное есть здесь? Да. Неправильное заключается в том, что вы не знаете, а делаете выводы. Откуда вы знаете, вашу чашу склеить или нет? Вы же не клеили еще. Вы же занимались не той практикой все время. Если вы становитесь с лампочкой сильной, то чаша вся восстанавливается, она склеивается. Но помогать другим правильно. С точки зрения помогать другим это правильно. Но вы помогали недостаточно, чтобы почувствовать, что ваша чаша склеивается. У вас не хватило силы начать спешить склеивать вашу. Нет такой чаши, которая бы не склеилась. Запомните это. Это мой опыт. Победить можно любую ситуацию. Просто победа бывает разной. Иногда бывает так, что Бог хочет забрать тебя уже из этого мира. Но знаете, в чем победа заключается? Он тебе дает знание о своих планах. И ты опять успокаиваешься. И становишься счастливым. В этом мире нет несчастья. В этом мире есть незнание о том, что происходит. Бывают ситуации, когда неизбежно что-то должно произойти. Но Бог дает знание, зачем это надо. И тогда человек успокаивается. Пытайтесь это понять. Что в этом мире нет страданий. Страдания означает незнание, непонимание. Не хватает сил. Две вещи. Не знаю, нет сил. Вызывают страдания. Все. Если человек имеет силы, и если он знает, что будет, что происходит, страдания заканчиваются. Наступает счастье. Откуда вы знаете, склеить или не склеить? Вы знаете об этом или нет? Нет. Тогда почему вы делаете вывод? Если эту чашу нельзя склеить, Бог дает другую. Человек не должен быть несчастным просто по природе. Мы сотканы из счастья внутри. Просто мы не знаем, в чем наше счастье. Если мы идем не той дорогой, бьемся в стену, в закрытую, и думаем, что там проход, можем всю жизнь биться. Почему? Потому что у нас нет силы понять, где проход. Но если человек получает силы откуда-то понять, тогда он будет идти другой дорогой. Или узнает, как идти этой. Одной из двух. Но страданий быть не может. Это просто признак отсутствия действия. И все. Услышали меня? Да. Вам легче стало? Да. А почему? Такое ощущение, что суть дошла. Потому что я сделал так, что вам стало легче. Понимаете? От меня передалась вера в ваше сердце. Сейчас произошло действие определенное. И эта вера означает. Что с чашей? Возьмите в сердце, посмотрите. Целое. Лучше, да? Уже там лучше стало. Так? Уже 4 минуты назад целое. Мы это делаем для всех сейчас. Попытайтесь понять, что нет в этой жизни непреодолимых преград. Есть неправильная тактика. Когда человек сосредотачивается на препятствии и начинает с разочарованием думать о нем, он проиграл свою судьбу. Нельзя думать о проблеме. Нужно себя вставить в цепь. Нужно слушать голос возвышенного человека и кланяться своей святыне. И чем больше этот человек делает, тем больше он загорается, чтобы помочь сначала себе, потом помочь другим. И это не то, что я вам свой метод рассказываю. Понимаете? Этот метод существовал всегда. И будет существовать всегда. Независимо от того, хотим мы этого или нет. Так устроен этот мир. Или человек живет для себя, или он живет для Бога. Есть только два варианта жить. Когда человек живет для себя, он пользуется своими силами. Когда человек для Бога живет, он пользуется божественными силами. Это же всем известный факт. Вот, допустим, два человека попали в беду. Один сын директора завода, а другой сын простого рабочего. Кто выпутается быстрее? Одна и та же беда, все то же самое. Ну, допустим, денег нет. Кто выпутается быстрее? Потому что есть связи, да? Все правильно. То есть поймите, что нужно иметь связи. Нужно иметь внешнюю энергию. Эту энергию, которая не моя, а другую какую-то силу, которая мне может помочь. Как сделать так, чтобы эта сила была? Для этого нужно отвлечься от себя. Приведу пример. Я в Индии как-то встретил, ну, обратил внимание на одну женщину, которая как-то сила кирпичи на голове. И они, это очень бедные люди. Они там за горстку риса работают и носят, носят эти кирпичи. Потом я увидел, что она замужем, ее муж тоже носит эти кирпичи. Потом с переводчиком мы подошли к этому человеку. Я ему задал вопрос. А почему бы вам, ну, как бы, не поучиться немножко и не сделать так, чтобы у вас была другая работа? Он говорит, ну, я вот мои отцы, все, как бы, мои деды, они все таскали кирпичи на голове. И я, говорит, не знаю, где учиться, как учиться. Я говорю, ну, можно же узнать. Я говорю, некоторые люди вообще просто в храм идут. Знаете, вот эти нищие люди некоторые начинают верить Богу и просто идут в храме жить. У них там и еда есть, и все. И они изучают священное писание, изучают различные языки, изучают, как учиться. Становятся образованными людьми. И, в конце концов, потом, когда уходят из ведического храма или центра, они устраивают себе хорошую жизнь. Если ты не знаешь, чем тебе заниматься в жизни, у тебя нет ничего, ты нищий, несчастный, больной, иди просто в монастырь и живи там. Там тебе всему научат. Ты станешь сильным, духовно развитым, образованным и так далее. Почему бы тебе не взять и не начать учебу, как жить правильно? Почему ты все время носишь свои кирпичи? Это ношение кирпичей не сделает тебя счастливым. Ты находишься не в той сети, не в той цепи. Понимаете, мы всю жизнь носим свои кирпичи, мы живем своей жизнью. Мы не можем от нее отвлечься и начать делать то, что даст нам силы и возможность победить судьбу. В этом вся проблема нашей жизни заключается. Вся проблема, попытайтесь это понять. Нужно начать пользоваться той силой, которая выше нас. Я вам могу... Вот знаете, есть простой способ. Возьмите, поставьте в изображение Владимира Владимировича Путина, начните кланяться ему. Пройдет год, и вы попадете в структуры власти. Я вам гарантирую. Это просто простой, это древний способ физический, как стать богатым. Надо научиться уважать влиятельных людей. Как только человек уважает, начинает влиятельных людей, сразу же он попадает в их структуру. Попытайтесь это понять. Но я вам сейчас предлагаю уважать не богатых людей, а тех, кто стоит над ними в тысячу-тысячу раз выше. Я вам предлагаю в другую структуру попасть, которая могущественнее в миллионы раз. Вы даже, если в этого не верите, ну тогда вот кланитесь просто богатым людям. Придет время, и вы попадете в возможность, у вас будут возможности гораздо больше, чем у всех остальных. Но я вам предлагаю лучший метод, понимаете, который работает сильнее. Почему бы не воспользоваться им? Нужна просто практика. Обычные люди живут обычной жизнью. А успешные люди, они живут по-другому. Они живут внутренней жизнью. Они живут той жизнью, которую никто не знает. Эта жизнь происходит не во время приготовления пищи или во время работы. Она происходит рано утром, когда обычно люди все спят. Когда рано утром человек просыпается, он думает, что я так дурак проснулся, эти лекции наслушался. Надо просто дальше спать. У меня еще есть время до работы. Как раз это время до работы и предназначено для жизни, понимаете. Потому что вся наша работа, которой мы занимаемся, все наши дела, это всего лишь поддержание своего существования. Никакого развития в этом нет. Вы не приобретаете новый опыт, который нужен для победы. Этот новый опыт приобретается в то время, когда вы не живете обычной жизнью, а живете другой. И поэтому, когда человек рано утром встает и начинает вот эту молитву, он в это время создает себе другое пространство жизни, которое более могущественно в тысячи раз, чем то, которое у него сейчас есть. Придет время, и его жизнь кардинальным образом поменяется без всяких сомнений. Если говорить обо мне, то я яркий пример этой ситуации. У меня была вообще безнадега. То есть у меня даже, вот мои родители, они даже высшего образования не имели. Мне даже попасть в институт было крайне сложно. Там три человека на место для меня очень много, понимаете. Никто денежек за меня заплатить не мог. И просто внутренней силой я туда попал. Внутренней силой я туда попал. Я с помощью внутренней силы сделал так, что у меня был диплом с отличием. А потом я год не поступал. Потому что мне надо было один предмет выучить так, чтобы получить пятерку. Тогда были такие правила. Диплом с отличием плюс пятерка по одному предмету. Все, человек поступил. У меня не было сомнений, что я получил эту пятерку. То есть я учил физику. Я просто занимался параллельно самосовершенствованием. Я делал то, что я понимаю. Я понимал, что все зависит от этого самосовершенствования, которое давало мне силы. Когда мне вытащил первый билет сразу, мне надо было доказать несколькими, двумя или тремя способами закон ОМА. Я доказал пятью. Тогда он спросил меня, этот преподаватель, а ты вот выведи эти вот два способа и получишь пять. Я взял ему и вывел. Я не сдавал даже следующие два вопроса, не отвечал. Я ответил только один вопрос первого экзамена. Получил пятерку, поступил в институт. Чего мне это стоило? Огромных внутренних усилий подготовки. У меня была непреклонная вера, что все получится. Когда я пришел, я смотрел на него, у него не было сомнений, что я поступлю. Я уже поступил раньше, чем пришел туда, в этот экзаменационный зал. Вы пытаетесь это понять, как человек должен жить? Нужно совершать внутреннюю деятельность раньше, чем совершается внешнее. Девушки очень сильно страдают, что они не могут выйти замуж. Выйти замуж девушке расплюнуть вообще. Вообще не проблема. Надо просто по утрам делать эту практику, которую я говорю. И постепенно эта практика решит проблему на тонком плане. Когда проблема решится на тонком плане, дальше с вами происходить будут интересные вещи. Ваши четки станут ремянными. Глазки станут очень сильными. И вы поймете, что не надо сильно париться и на кого смотреть. Надо просто ждать свою судьбу. Приходит время и появляется на горизонте тот человек, который достоин быть вашим мужем. Именно достоин быть вашим мужем. И дальше, так как у вас уже есть эта сила, она природе у женщины заложена. Достаточно будет просто чуть-чуть улыбнуться ему, понимаете, невзначай. И его скосит. У него не будет шансов устоять, понимаете. Будет сам за вами бегать. Так человек должен жить, понимаете. Он не должен скулить несчастный, грусть тосками не снидает, не женат, лишь я хожу. Понимаете, не надо скулить. Надо просто добиться в своем внутреннем мире, в своей внутренней жизни того, чтобы все снаружи получилось само собой. И это в сердце будет чувствоваться. Девушка, которая уже чувствует, что она достойна замужем, она не парится. Она становится счастливой и красивой. А самая обаятельная и привлекательная. Ей уже не надо думать о замужестве. В ней все хорошо будет точно, без всяких сомнений. Это означает победа. Так человек должен жить. Жизнь должна протекать на внутреннем плане, а не внешнем. Нет смысла уж слишком много времени и сил тратить на то, чтобы краситься, улыбаться, открывать свои ножки. Это пустая трата времени. Это работает не так, как надо. Потому что, когда вы краситесь, улыбаетесь, открываете ножки, вами привлекаются те, кто хотят секса, а не хотят семью. Чтобы создать семью с человеком, для этого нужно свое сердце сделать таким, чтобы оно было этого достойным. И тогда у вас, от вас будет идти нужная энергия для того, чтобы привлечь нужного человека. Вот так это все работает. Искусственные меры не помогают. Если вы хотите получить работу и делайте крутой диплом, ну пусть, бог с ним, ну сделали диплом. Если вы строите глазки, пытаетесь улыбаться, там, все это не работает. Просто сделайте в молитве свое дело. Станьте сильным человеком. Приди, положите этот диплом, там, или еще чего-то. Паспорт ему на стол. Сядьте и смотрите на него. Отвечайте на его вопросы. Знайте, что все уже решено. Если в вашем сердце все решено, значит, внешне будет решено так же. Без всякого сомнения. Вот как надо жить. А все остальное – это просто пустая трата времени. Кирпичи на голове можно веками носить. Некоторые люди пытаются просто тем, что они много работают, изменить свою жизнь. Это не работает. Жизнь меняется с помощью молитвы. Приходит время человека, появляется больше силы, больше сил, больше знания. И может быть, даже то, к чему он стремился, это ему становится не нужно. В результате того, что он получил знание, к чему лучше стремиться, к чему стремиться лучше. Конечно, можно. Видите, я разошелся не на шутку. Надо, чтобы вы что-то теперь сказали. Простите. Всем здравствуйте. Я желаю всем счастья. И вам также. Слышно, да, меня? Вот. У меня такой вопрос. Я сижу, допустим, слушаю голос ваш из собора. Тоже пою. И нужно кланяться святому человеку, да? Ну, я как бы не знаю лично святых людей. Для меня, например, вы, ну, как, ну, как, один из примеров человека, который живет по совести. Я уже почти на стол залез, спасибо. Мне очень понравилось. Ну, как бы, для меня больше. Я чувствую, прям поперло меня, не похорошо, пошло, пошло, пошло. Давайте дальше, не хвалите. Просто. Я сейчас уже на столе буду стоять, давайте. Для меня это понятно, да? Вот, я вас вижу, ну, давно знаю. Ну, как бы, слушаю. Вот. И я думаю, ну, нужно ли вам? Ну, в чем мое служение? В том, что я упаду в ноги и буду вам кланяться. Вам это нужно реально? Очень. Мне надо вообще. Вы попадете, мне так хорошо будет. Я подумал, вот, наконец-то. Все мои лекции, они принесли успех. Наконец-то люди падают мне в ноги. Ну, я думаю, вы не тщеславный человек, и как бы то, что я в ноги... Каждый человек тщеславный. Каждый человек тщеславный. Ну, это, наверное, не то, что называется жить по совести. Это факт. Я не понимаю, вот, то, что я, если я буду кланяться, это реально будет, как бы, ну, для вас это хорошо? К вам это будет хорошо? То есть, как бы, есть служение, может быть, что-то сделать реально? Есть хорошо, которое называется тщеславием. А есть хорошо, которое приводит к цели жизни. Знаете, в чем цель моей жизни? Я думаю, сделать всех счастливыми. Не всех, а вас. И вы должны с утра завтра начать слушать голос святого человека и кланяться святыне. Если вы это будете делать, мое сердце завтра в самолете будет счастлива в это время. Хорошо, я завтра это сделаю. Но вы сказали так с неуверенностью. Нет, я завтра это сделаю. Ну, хорошо. Олег Геннадьевич меня что-то подцепил. Нет, ну, другой пример тогда, допустим. Нужно ли Путина, если я упаду ему в ноги? Может быть, ему будет реально... Вы поймите такую вещь, что ваше мышление неправильное. Поймите, что все достигается на тонком плане. Не надо Путину падать в ноги непосредственно, потому что охранники подумают, что вы совершаете покушение, и вас прибьют просто. И на этом все закончится, понимаете? Вот. Надо делать другое. Надо взять фотографию и начать ему кланяться Путину. Кланяться, кланяться ему. И вы, понимаете, это же одна энергия, структура власти. И постепенно вы попадете весь лестницы власти наверх. Понимаете? Но потом вам будет противно от всего этого, о том, что вы этим занимаетесь, вам будет противно. Знаете почему? Потому что сердце хочет кланяться Богу. Потому что он самый главный в структурах власти. Понимаете? Это естественно для сердца. Кланяться Богу. Попытайтесь это понять. Человек — это просто представитель Бога. Если вы к какому-то святому кланитесь, вы думаете о Боге в это время. Вы просто хотите, чтобы через него Бог пришел в вашу жизнь. И все. Нет смысла кланяться человеку вообще. Даже к святому месту вы кланитесь для того, чтобы с Богом иметь отношения. Но мы при этом поклоняемся святым людям и святому месту, потому что мы знаем, что у них есть связь с Богом. И в этом смысл этого поклонения. Лично мне не надо поклоняться. А вот потому что я думаю о Боге, я молюсь, можно этой идеей во мне поклоняться. И тогда у меня не будет чувства чего-то не так. Понимаете? Если вы мне покланитесь, то это не так будет. У меня будет это чувство, что что-то не так. Или второй вариант. Я попаду под влияние вашего поклона и начну слаща выулыбаться. Это вообще капец. Простите меня за выражение. Это вообще то, что разрушит мою судьбу. А вот если вы будете думать о мне как о человеке, который то же самое делает и пытался учиться этому, тогда вы попадете в цепь. Не надо мое тщеславие как бы мучить. А надо просто понять, что я такой же, как вы, который точно так же делает. И вы хотите перенять у меня опыт просто и все. Вот тогда вы попадаете в цепь. То же самое слушать голос этих людей. Часто люди думают, а что это я его голос буду слушать этих? Он мне Олег Геннадьевич предложил каких-то монахов. А вдруг они плохие? Ну, конечно, они плохие, такие же, как мы. Можно даже в интернете много про них плохого найти, если постараться. Но мы-то ищем ведь не плохое в людях, а хорошее, понимаете? Мы же пчелы, мы сознание пчелы. Пчела, когда летит к нектару, она не думает, какой цветок, какую форму имеет. Ей в цветке интересует только нектар и все. Она хочет только пыльцу и нектар, ей больше ничего не интересует. Но муха, когда летит, она тоже сладкий вкус хочет. Но по дороге видит, что бардак. И в это Гэ залазит, и там опарыши заводит, понимаете? Надо выработать сознание пчелы. Нас интересует в людях только хорошее, нас не интересует плохое. Не надо кланяться моему эгоизму. Надо пытаться понять, какая у меня вера в старше, какая у меня вера в Бога, понимаете? И думать только об этом, и все. И тогда будет правильный путь. Надо искать только нектар, попытаться это понять. То же самое и те люди, которые сейчас будут петь хорошее. Надо искать в них святость. Больше нас ничего не интересует. У них есть свои недостатки, это все нормально. Но нас это не интересует. Нас интересует только чистота. Услышали меня? И с этой точки зрения, неважно, какие люди будут петь, если у них есть опыт думать о Боге, этот опыт перейдет к нам. Все. В этом цель. Вот сзади, пожалуйста, да? Микрофончик ей. Да, спасибо вам. Итак, у нас заявлена тема лекции «Три состояния разума во время испытаний ведут по трем дорогам судьбы». Попытайтесь понять эти три состояния. Первое состояние разума и первая дорога судьбы, в которой человек теряет коня, теряет себя вернее. Когда человек живет для себя, он теряет себя. Это первая дорога судьбы. Сказки вспомнили, да, древние? Первой дорогой пойдешь, себя потеряешь. Вторая дорога судьбы, это называется жизнь невежести. Когда человек думает только о себе в своей жизни, больше ни о ком думать не хочет. Жену бросил, потому что мне понравилась какая-то другая. Эта дорога приводит к потере себя. Он думает только о себе. Ему дети наплевать, жена наплевать, себе наплевать, думаем только о себе. Первой дорогой пойдешь, себя потеряешь. Эта дорога означает атеизм. Нет Бога, нет совести, нет чистоты. Что хочу, то и делаю. Следующий путь. Коня потеряешь. Или жену. Если ты второй дорогой пойдешь, коня потеряешь, или жену потеряешь, семью потеряешь, один останешься. Что это за путь? Это путь, в котором человек живет не для себя, но для своей семьи. Если ты живешь для своей семьи, теряешь семью. Сейчас, чуть попозже. Чуть попозже. Спокойно. И третья дорога. Третьей дорогой пойдешь, счастье обретешь. Третья дорога – это дорога служения. Когда человек забывает про себя, про свою семью, начинает слушать голос возвышенных людей и кланяется святыне. Делать добрые дела, учиться жить по совести правильно, служить своей семье, служить другим людям, служить Богу. Когда человек все это делает, он и семью сохраняет, и счастье наращивает, и получает знания, и получает мудрость, и получает удачу, и здоровье. Все свои жизни получает. Но через тяжелый труд, внутренний труд, который очень трудно достается. Очень трудно заставить себя работать в сердце. Очень легко заставить себя мыть полы, готовить пищу. Но работать в сердце над собой очень трудно. Легче подойти к Олегу Геннадьевичу и узнать, как сделать так, спросить его, когда я выйду замуж? Когда сдашь экзамен, тогда и выйдешь. Хорошо, Олег Геннадьевич, а сколько времени по судьбе мне положено быть не замужем? Говорю, пока не сдашь экзамены. Ну, Олег Геннадьевич, вы же объясняете, плохой период астрологический, хороший. Хорошо, у вас плохой период, длится два года. Это значит, через два года я могу выйти замуж? Да. Спасибо, Олег Геннадьевич. Проходит два года. Это реальный случай в жизни. Олег Геннадьевич, я не вышла замуж, а вы обещали, что я выйду. Я говорю, так я не обещал вам, что вы выйдете. Я говорю, что начался хороший период. А почему я не выхожу? А потому что вы ничего не делаете, вы просто ждете, и все. Вы хотите наслаждаться жизнью, ничего не делая, поэтому вы не выходите. В этом вся причина. Ваш вопрос. У меня нет вопроса. Я просто хотела сказать, что я почувствовала чувство, чувство глубокой благодарности. Очень хорошо. И я вот здесь у нас сидела, все, когда вы объясняли, я пыталась понять, что это может быть значить. Это значит, что ваше сердце уже трудится в правильном направлении. Благодарность означает правильное направление. Это супер. Благословите меня, пожалуйста. У меня тоже чувство благодарности к вам возникло. Чтобы я дальше могла продолжать, чтобы у меня больше сил. Благословение означает знание. Запомните, есть две вещи, которые дают победу над судьбой. Самые первые в жизни человека. Две вещи. Самые первые. Нужно слушать старших лекций. И вторая вещь. Общаться на эту тему с кем-то. Не оставаться наедине с собой. Когда человек две эти вещи делает, несомненно, он придет к молитве. Потому что он будет в цепи. Понимаете? Он слушает лекции и обсуждает их. Слушает лекции, обсуждает. Он заряжается, как батарейка. Приходит время, он начинает разряжаться, светить сам. Вот у меня софтарины очень плохо, потому что я стесняюсь, если честно. Благословение такое. Найти подружек. Найти подружек. Вы не стесняетесь. Вам хочется жить в пространстве своего комфорта, своего одиночества. Разорвите свое одиночество. Ищите друзей, людей, которые будут идти тем же путем, что и вы. Здесь в Казани ведь есть клуб «Благость», да? Есть? У нас на сайте тростнов.ру есть все клубы «Благость». Есть в Казани клуб «Благость». Клуб «Благость» — это когда люди встречаются, чтобы обсуждать мои лекции. Они там больше ничем не занимаются. Они могут быть разных вер, разных религий. Они встречаются, чтобы обсуждать мои лекции. Вот, а что-то мне вот не принесли объявление. Где объявление? Как раз начал объявление делать. Ты с объявлением? Нет объявления. А где объявление? Нет объявлений. Где организатор? Как раз я же начал делать объявление. Я еще хочу кое-что сказать интересненькое. Вот здесь вот...